Такой пример из, я уже сегодня статировал один раз Гумилёва, он любил писать про, понимаем, про всякие дальние экзотические страны, и вот сейчас у него есть сборник стихотворений про Африку, и вот там есть стихотворение Галла, в котором рассказывается про некоторый эфиопский, про некоторый народ Эфиопии, и вот там такая вот четверостишия. Жирный негр восседал на персидских коврах, в полутемной неубранной зале, точно идол в браслетах, серьгах и перстнях, лишь глаза его дивно сверкали. Вот рассказывается про этих вот Галласов, представителей народа Галла, но вот бедный Гумилёв, который писал это сто лет назад, совершенно не представлял себе, насколько неполиткорректным станет это стихотворение, причем не только из-за слова негр, причем две неполиткорректности сразу. Второе вы, может быть, не замечаете. Еще ужасно непристойным в современном мире считается слово Галла. Вот название этого эфиопского народа, его ни в коем случае нельзя так называть. Это самый крупный народ Эфиопии, который сейчас называется Оромо, вот так вот примерно выглядят они в традиционных костюмах. Но вот эти вот Галласы, про которых пишет Гумилёв, пишут очень хвалебные, сожженного роста Галласы, скача в леопардовых шкурах и львинах. Но вот слово Галла сейчас представителями этого народа воспринимается как оскорбительное. Нам это сложно понять, почему это вообще так, но это показывает всю довольно сильную условность таких вещей. Довольно условное представление об оскорбительности, не оскорбительности тех или иных обозначений просто меняется все со временем. Например, видимо считается, что слово Галласы обозначает рабы, и вот это нехорошее слово. Вот живут эти Галласы, сейчас их регион называется Оромия, а язык, как они сами называются, называется Оромо. Если вы приедете в Эфиопию, то слово Галла лучше не произносите. Хотя нам кажется, ну что такого, какие-то слова, вообще мы, может быть, их первый раз сегодня слышим, но оказывается, что одно из них ужасно неприличное, а второе абсолютно нормальное. И вот это вот такие интересные вещи, которые могут происходить с названиями народов, они могут довольно сильно табуироваться и становиться не очень пристойными. Так что получается, что нормальные названия могут превращаться в этнофализмы, и наоборот, этнофализмы, ругательные названия, могут превращаться в нормальные. То, что мы с вами видели, примеры про скреллингов.